Ну что ж, всем снова здорово, дамы и господа, с вами по-прежнему Клауд Фокс, Ice Nice, Даня, и мы продолжаем смотреть Dream League сезон 20, продолжаем смотреть за битвами, Best of 2, бесконечными, интересными, и впереди нас с вами ждет в ближайшие, возможно, пару часов встреча Gaming Gladiators и OG. Что скажешь, Даня? Все так, все так, и у нас действительно этот матч заключительный здесь на втором канале Парагона и заключительный для этих команд на сегодня. У нас явный фаворит, как бы, Gaming Gladiators, плюс OG замена, играет Сэп, но, возможно, у нас OG все-таки немножко сейчас понимают важность этой встречи, в частности, потому что они 4-6 идут, Gladiators 7-3, вполне возможно, что Gladiators только в случае поражения могут еще как-то чисто теоретически не попадать. Ну, а в случае победы, как бы, хотя бы даже на одной карте, скорее всего, этого будет достаточно для того, чтобы уже проходить из группового этапа в следующий групповой этап, а пока предлагаю перенестись на драфты. Да, там пики уже идут, собственно, и появляется первый герой для OG, и, кстати говоря, герой, которого мы, по крайней мере, мы с тобой на данной трансляции давно уже не видели, сегодня так вроде не было, это Пугна. Это Пугна, герой крутой, и, собственно, по банам у нас получается, что Течис, Doom в бане от Gladiators, OG избавились от Беттика, Андаинга, примечательно, что Андаинга забанили, да? Ну и смотрим ответку. Есть под Пугну несколько вариантов, есть Шторм, есть Дуза, можно, в принципе, и того, и того рассмотреть, взять, но посмотрим, кого доберут в первой стадии. Не просто взяли Пугну, я думаю, кого-то из них мы увидим. Тимбер, и можно взять... А чё нет, сразу Антимага, а давай, поехали. Хотите Дузу, а давайте, вот вам Антимаг. Антимаг как будто бы, знаешь, потенциально не самый как будто бы плохой герой, потому что там, может быть, опять же, как ты сказал, либо Дуза, либо Шторм, а тут хоп, и Антимаг уже и против того, и другого хорош. Но, в частности, открывать драфт с Тимбера удобно, потому что ты против Торма, он спокойно стоит, разве что только вряд ли мы Антимага увидим, скорее всего, просто какого-то другого метового героя полезного. Вот какого вопроса? Ну тогда саппорт, если не двух коров подряд, раз уж Тимбером открылись. Энчанта. Декрип снимать потенциально с соперника. Ну и смотрим, будет ли Шторм Дуза, думаю, уже должны были это решить. То есть, ты уже отметил баны, да, еще раз отмечу, Течис, Дум, Бэтрайдер, Антайн по первой стадии. Можно было банить все что угодно, ну и уже сейчас аналогично могут забрать им то что угодно под Пугну любого кора. Хотят Бару, хотят Шторма, хотят Дузу, хотят Марфа. Ну пока это дефолтный Шторм под Пугну. Так, ну с этим понятно, со Штормом, в принципе, герои ожидаемы, тем более, что если бы сейчас не взяли, его бы забанили, очевидно, гейминг-гледиаторс. Энчантрос, суперудобный персонаж для данного коллектива, суперсигна для Селлари, и мы видим, что Дузы уже на этой карте не будет. Да и слава богу, на самом деле. Сами ОДЖи ее банят. Ну все еще, антимага я бы банил со стороны ОДЖи, который имеет 100% винрейт. Вот можно и Пугну щелкать, и Шторма, поэтому антимаг здесь уже больно вкусно и хорошо смотрится, я бы банил. Можно чисто по кэрри пройтись по банам, можно затронуть третью позицию снизу, можно забанить просто то, что вам не нравится, то, что вам некомфортно и мешает. Ну и в принципе, это в первую очередь, о чем думаешь, когда кого-то банят, кто тебе не нравится, кого ты хочешь убрать. А потом уже думаешь, так, это просто метод персонаж, это они пикают, это сигнатурка их и так далее. Ну в принципе, это сумма факторов, так или иначе. Минус антимаг, минус сикер. Окей, сикера тоже не будет, и хорошо, а то на прошлой карте, точнее даже во всей прошлой серии мы видели на обеих картах этого сикера. Геймплей такой. Игра идет, поехали, игра не идет. Вот, ну и игру стрелять. В принципе, но это такая штука, поехали, здорово, не поехало, ну блин, колесо меняет. Ты знаешь, как будто бы сикер типоп классный, безусловно, он закрывает кучу метовых героев, ну не кучу, ладно, но многих, он типа хорошо смотрится, он сильный лейнер, короче он крутой, да, но как будто бы он, знаешь, как это сказать, это не тот герой, который строит игру, вот так скажу. То есть он как бы такой, не мейн персонаж, он такой, и не статист, конечно, тоже, да, это сейчас я немножечко терминологии тех, кто аниме смотрит, заговорил, он больше такой, знаешь, герой второго плана, актер второго плана, не знаю, короче, понял, да? Ну да, это не совсем аниме, но это в принципе про, как это сказать, ну короче, фильмы, сериалы, аниме, ты понял, о чем мы. Атисты чаще просто про аниме именно говорят, ну ладно. Да, но мне кажется, просто это и везде есть, и в театровке, и в фильмах, и так далее, типа второй план первый, и так далее. Нет, тогда это массовка, понимаешь, это если так говорить, потому что это мое образование. Ладно, окей, сейчас ты терминологи меня завалишь, но суть мы поняли, о чем ты. Да, да, да. Минус морф, минус войд спирит, у нас все еще есть потенциальный мидер против штарма, да кто угодно, хоть эсэф, хоть эмбер, хоть земель, выкатывайте, давайте, гладиаторы, я хочу эксперимент увидеть. У вас 7-3, можно одну карту слить, одну забрать, можно взять абадон на кейре, можно абадон на миде, да что угодно, давайте. Я жду сюрпризов, либо на этой карте, либо на следующей. Ну как мы привыкли видеть, все-таки тимбер чаще всего мид, да, понятно, что присутствует флекс, у гладиаторов еще и ласт пик. Так, имеется, но я больше верю в мид-тимбер, учитывая, что он будет стоять против штарма, мы знаем, мы уже видели на нашем токе, скажем так, что тимбер отлично стоит и чувствует себя против штарма великолепно. Вот с чего сейчас открываться? Вот кого сейчас пикать? Второго саппорта добирать или же кора какого-то сейчас забрать надо, чтобы там, не знаю, предвосхититель, оппонент забрал, еще что-то, как ты считаешь? Да, наверное, лучше саппортом, потом кор в дух оставить. Вот тебе, пожалуйста, дезераптор. Станов ноль, если что, сверху сейчас. Так что потом горы, если что, какие-нибудь будут с контролем. Ну или можно поэкспериментировать как раз сейчас, сыграть стайл габлак без станов, которые я не очень люблю, я люблю больше контроля. Здесь есть замедло, есть глимс, но это не станы. Ну, дезераптор в справедливости ради очень неплохо смотрится против и Пугна, и Шторма, и причем дезераптор мне почему-то кажется, что для Тофу, потому что на ИЧЕ почти всегда играет в этом коллективе Селлари. А я хочу напомнить о том, что вы можете, дорогие зрители, пользоваться тем, что, ну, кликайте по баннеру в описании, да, наши друзья из Винлайне для вас подготовили. Фрибет до 10 тысяч рублей. Также можете скачивать приложение с очень крутыми, полезными фишками. Можете смотреть истории матчей, детальную статистику, кто с кем играл, на каких героях. И также появилась новая функция в Винлайне, это любимая команда. Выбирайте любимую команду, когда делаете ставки на Винлайне. Соответственно, каждый раз от любой ставки, связанной с командой, неважно, там, проиграла команда по итогу или выиграла ваша любимая, откладывается определенный процент, и потом, по окончании сезона, вот, все это накапливается. Также другие участники данной акции также в общий, это банк все уходит вместе с вашими денежками. И потом путем голосования выбирается, куда потратить данную сумму на нужды команды. Опа. Вот так вот. Герой для Юраги подъехал. Ага. Хорошо. У нас есть герой для БЗМа, что у нас есть герой для Юраги, Войт. У нас есть Пугана, пока непонятно, наверное, Тайги, пятерка. И сейчас герой для Сэм должен появиться. Может, ВРК. Самое время выпускать ВРК для Сэма. Кстати, ВРК как будто бы не так плохо здесь смотрится в целом по драфту. Фейслос Войт очень удобный герой для ОДЖИ, и в частности для Юраги. Он на этом персонаже любит поигрывать. Войт также, если что, на линии против Тимбера неплохо стоит, если вдруг Тимбер все-таки в сложную отправится. Ну, а еще, что можно отметить, да, по поводу Сэба, на всякий случай для тех зрителей, кто вдруг первый раз зашел на канал на данный, или вообще только присоединился к просмотру турнира, ОДЖИ играют с заменой. Чу теперь уже не игрок. Чу теперь не является больше игроком, саппортом в ОДЖИ. Он теперь стал аналитиком, помощником, тренером вроде как, как я понял. Короче, а на обратную позицию тренер, как он был заявлен изначально? Ну, типа того, да. А Себ, соответственно, временно заменяет как раз-таки игрока, которому не хватает. Да-да-да-да, вот, поэтому он играет. Слушай, ну и ВР-ка, это, кстати, реально может быть ВР-ка потенциально для Себа, хотя... Нет, он для ДМ достанется, я уверен, они не дадут Себу ВР-ку. Ну, или для ДМа. Вот больше скорее для ДМа, да, но... Я уверен, что они не дадут Себу ВР-ку и вытлас пик для Себа. Но было бы здорово увидеть Себу снова на ВР-ке, как он тащил весь мажор тогда, стокгольский. Но они могут еще решить, они могут послапать, подумать. Ладно, если для ДМа герой остался, давай вспоминаем. Есть Тимбер, блин, Биста украли. Бист, Дум, Тимбер. Этих героев нет. Два из них сверху вообще у Гладиаторов. Андерлорд есть. Что еще у ДМа есть? Пуля. Огармак. Огармак. Отличный герой, мы его не увидели сегодня у Коллапса. Может быть мы сегодня его увидим у ребят из ОГ. Ну, кстати, мы часто можем у Гармака, мы видим, в смысле, мы видим у Гармака каждый день, когда смотрим рекламу. Это важно. Это вообще, да, это балдеж. Огармак делает ставки. Кстати, а что по коэффициентам, слушай, надо бы посмотреть. Я не понял, в чем это клонишко, ты упомянул, Огармак. Сейчас, 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 сейчас посмотрим. Придумаю, пока ласт пик или баны. Ну вот, Ланая уже подманили, ОГ. В принципе, Ланая, ну не самый как будто бы плохой вариант здесь, окей. Что будут диаторы? Вообще интересно, на ком даращу здесь будет играть, учитывая ласт пик. А в принципе, я очень... Давайте, выпускаете. Как у Warquard на Кири? Да. Ой, ну не знаю. Ну, конечно, это будет Абадон. Ты видишь Войда, это будет Абадон. Ну нет, ну какой Абадон? Он будет играть на Абадон. Нет, нет, нет. Не надо Абадон. Ладно, давай кайф посмотрим. 1,25 на Гладиаторов, 3,27 на ОГ. Таковы у нас кайфы на первую карту, на Винлайне, на матч Гейминг Гладиаторс и ОГ. Шансов, то есть, вообще, уже идут, ну ты понял. Это логично, в принципе, ожидаемо, на самом деле. Да, учитывая, кто где играет. А что там у нас, кстати, патрунирные таблицы, опять же. 4-6, уже 7-3, Гладиаторы. Ага, ну да, уже надо очень побеждать, конечно. Так. Ну и что, минус Абадон? Ура, Абадона не будет. Нет, ну, я так хотел на драчьев смотреть на Абадоне. Может, Паджика хотя бы. О, Паджик. Ты ческерри. Пошел смотреть, как он играл дурачьев в пабликах. Давай, порадуй, Антон. Я верю, что ты играл на чем-то. Блин, ну что ж в этом аккаунте-то нифига нет игр. Свежее мясо. Сикер, Сларк, МК, Морф, Ланай, Ластилер. Остался Ластилер. Сларк, МК. Нет, МК баня. Понятно, Сларка ты здесь не возьмешь. Ну да, фигня. Ластилер, ну, такой, Джаггер, ну, такой. Я не знаю, что брать для него. Я играю в доту по следующим причинам. Ну, Паджик мне нравится, но они не возьмут, я не верю. Да не возьмут, не возьмут. Но только если, опять же, они шансы будут давать. Пошел смотреться в рамках этого турнира, на ком играл дурачё. Не, вам просто открою сейчас чисто аккаунт дурачё. Вот там пав. Давай. Ластилер, Войн, Джаггер, Сларк, ВК. ВК, блин, я бы посмотрел на ВК. Папани, кстати, я бы тоже посмотрел, как будто бы не так плохо. Раз нет, это Баддон, давай ВК. Папани, а реально круто. На ком играл на этом турнире, дурачё. Морф, Сикер, Ластилер, Дуза, Морф, ЦК, Дуза, Бутсикер, Баддон, Войт. На ДПС ещё был Джаггер, Магнус. Так, это какой-то рофл варлоке, перезапуск. Тайтхантер. Манки Кинг от Антона, получается, или что? Он в бане. Сикер в бане. А, он же в бане. Магнус в бане. Баддон в бане, Тапларк в бане, Тимак в бане, Дуза в бане. Все в бане. Ну, паджик, всё, нет вариантов. Дурочё, просто паджик. Урсу ты сейчас брать не будешь. Ты сейчас Джаггер выгодный, всё. Пластилер, кто-то из них. Ну да, да, как будто бы реально либо Найкс, либо Джаггер. Ну вот. Ну вот и Найкс, да. Очень весело, спасибо, Антон. Ну мы читаем уже с тобой прям пики в этом плане. Да у нас вариантов не осталось, там всё перебарили. Ну про паджик, а мы если что шутим, конечно. ВК мне понравился вариант, на самом деле. По паню, да, кстати, вот по паню, я бы на по паню реально посмотрел. Еее, с этой на ВРке, вот нас то радует будет в этой игре. Сып, 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 сып. Да дали, дали ему ВРку. Но ВРка здесь реально хорошо смотрелась, причём кором её не очень хотела сделать. А вот на суппорт ВРки вообще по кайфу замечательно. Контроль выдавать будет. Сможет соло вырубать инчу. Также и Дизраптор сможет ловить, убивать. Короче, потенциально, знаешь, запасная такая тройка в составе будет. И при этом, мы же помним прекрасно, что Сем с позиции спорта на ВРке реально может делать много. Вообще развал соло будет. Я думаю, да. Покупал чисто, чтобы ветрами гонять. Здесь он будет всё-таки, я думаю, с Сатосом играть активно в ВР, который будет убивать. Слушай, я вот так увидел Себа на ВРке. Так скажу, головой я, наверное, чуть больше верю всё-таки в гладиаторов. Но сердцем, душой я буду за ОДЖ на этой карте. Ну, ОДЖ тут Юраги момент, возможно, будет на ВОИДе. Взаимно шторме. А может Юраги сейчас вообще отлично сыграет, засолит каточку, как сегодня уже было на антимой. Я за гладиаторов на этой карте. А вот на второй, я думаю, что это экспериментировать и веселиться будет гладиатор. Так что здесь, наверное, я за ГГ. А на второй карте, возможно, что-то поменяется. Но утопить я буду за Себа на ВРке. Вот победа гладиаторов, а утопить буду за ВРку. Вот так вот. Слушай, если действительно гладиаторы выиграют первую карту, и потом будут, как бы, ну, знаешь, немножечко расслабиться и чуть-чуть пофану. Я говорю, они, скорее всего, выйдут за счёт этого. Может быть, тогда реально Саджик? Единственный момент такой, что из оставшихся матчей, да, из тех, кто у нас там потенциально могут ещё непонятно как отыграть, то есть, например, вот у нас в середине таблицы, да, Astor, BadBomb, 5-5. У BadBomb матчи с гладиаторами завтра. И поэтому им надо сейчас с Эндити набирать очки. В то время, ну, вот именно по сегодняшним матчам. Shopify, Rebellion с Nine Pandas. Nine Pandas одну карту надо всего взять за два матча. В то время как Shopify надо брать, ну, чуть ли не все, ну, как минимум три. Вот. Это понятно, да. Так что тут раскладов много, но ключевые команды, которым нужно выигрывать кровь из носа, это Shopify, это OG, это Astor. Энтити тут без шансов, но, может быть, они назло отожмут одну карту BadBomb. Может быть, две, прикинь. Ну, не знаю, не знаю. Но вот по поводу встречи будущей, скажем так, да, гладиаторы... BadBomb, да, ты говорил? Это завтра. BadBomb играть надо будет. Да, мне кажется, что все-таки гладиаторы прям явный фаворит. И там одну карту, ну уж точно они у BadBomb должны забирать. Вот завтра будет забавно, как сыграют Spirit и Secret. Как же они сыграют? Загадка. Ты знаешь, я думаю, если ты в чат посмотришь, тебе любой в чате ответит, как они сыграют. Конечно, конечно. Можно префу просто. Я думаю, там есть кайф смотреть на 1-1 на матчах Spirit, там уже должен быть меньше двух кайф. Там кайф тоже будет 1-1. Ладно, это шутки все, друзья. Всем привет, кстати, кто присоединяется к нам на эту серию, кто смотрит вместе с нами, с CloudFox, с IceNice. Давай, давай смотреть, что будет происходить на первой карте в данной Best of 2. Так, я быстрее комара убью, а ты пока коментируй. Хорошо, давай. Вот так вот, вайснесс, там уже комары летают, мешают ему смотреть матч. Ну и, собственно, Квин будет играть на... Ага, вот так вот. Ты справился довольно быстро. Ну, там шлепком ударил, я так, правда, не понял, попал ли я или нет. На стене просто не осталось следа, на тапке тоже. Слушай, отличная у тебя, отличная информация. Очень полезная прям по игре. Вот прям такая же информация, как о том, что 2-2 по руну, очень полезная. Ну да, в принципе, ничего не произошло. По линиям ничего придумать не стали. На самом деле, вот опять же, отголоски прошлых патчей. Войт пугно. Здесь мы видим Дизраптор действительно четверка, Ace на Бестмастер. Такое ощущение, как будто мы сейчас смотрим Лима Мейджор, когда там Лина какая-то условная в бане. Потому что не Лима Мейджор даже, а еще раньше, еще, еще раньше, еще прошлый сезон. Потому что Тайт плюс четверка ВР, которые сочетаются хорошо, только Блайтстоуна какого-то на ВРке не хватает. Дизраптор четверка тоже вот рейтился как раз-таки на Лима Мейджоре, да, и тоже круто им смотрелся, как и пугно в целом. Единственное отличие только разве что Тимбер в мид появился, но я думаю, что у каких-то команд это, в принципе, тоже могло прослеживаться. Ну что, давай смотреть расклады на центре. Наверное, Тимбер будет поувереннее себя чувствовать, чем Шторм, поэтому, скорее всего, для Королевы проблем не составит труда перебить Шторма. Здесь в топе Войт Пугно против Биста и Дизраптора. Дизраптор, кстати, 4, да? Да, 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 я сестра сказал. Ну, я что-то даже увидел инчую снизу, потом такой начал проговаривать слух. Нет, нет, это очевидно. Я говорю, это Селари на инче, плюс еще инча против ВРки на линию может пуржить ей спокойно на Винран, поэтому, типа, это нормально абсолютно. Да, Сэп может не качать его. Но пока импетус, поэтому пока есть смысл в этом. Винран прокачан, если что, первым. Ну, да, а там им как бы импетус, а не Ичан вкачан. Это же не разменивается по хп. Сэп только и ждет, когда будет импетус в спину, чтобы нажать Винран. Ну, Эрка нормально разменивается, Верка же тоже универсал. Кстати, об этом сколько у нас универсалов на этой карте. Арбуз этот хотя бы впитать может пластинера, а не как это был с Легионгой, как это был с Аксен. Мы это сегодня и вчера наблюдали, и просто у нас не расъедали своих соперников. Ой, а что с хп? Дизераптор. Пугнай. Ну, вот так вот. Все, кстати, единственный универсал в своей команде. В разных смыслах можно об этом сказать. И как игрок, и как герой его в данный момент. Еще бы как тренер выиграл у ИНТ, был бы вообще шикарный. Мажор брал как тренер. Было, было. А игрок как ИНТ, и как игрок мажор, в принципе, тоже брал потом же. Да, да, то есть у него два мажора, по-моему, как тренер. Потом, когда уже вот с Юральдисом стали, они были. Как тренера, мне кажется, больше мажоров. Учитывая с Мироком сколько взяли, потом без Мироком взяли. А, да, слушай, киевский же мейджор, он же тогда тренером был? Да, да. Где он аналиспокаивал. Ну, не начай, в смысле, и продолжай. Франкфурт, получается, и еще какие-то там. Короче, да, много-много у него заслуг, как у тренера. Так что, соответственно, как игрок, это уже вынужденная замена, которая стала потом историей. Наверное, главной в дути. Так они, обычно, эти истории появляются. Итак, что по крипам? 10 крипов Юраги. Крипам, похоже, вообще не подходит. Хотя, вроде, хп в порядке, но... Тяжко, тяжко. Тут 6 денаев уже у одного, еще один денаев у Дезераптора. Суммарно 7. То есть не добивает. Угу. В порядком боте линия пока что довольно ровная. У нас забавная очень линия в боте. То есть, что мы видим? Что-то просто стоят. Тайтла стилер месяца. Что-то бить друг другу полезно. Просто мешает тайт. Пытается демплит крипов фармить оппонента. У них равное количество денаев побольше у дурачьё. А Северис с Севом периодически просто размениваются, отбегают, хилятся, снова размениваются, опять отбегают, какие-то пулы делают. Короче, у них у каждого там своя война какая-то. Ну, это Тайтхантер, видишь, он пассивку 2 взял, уже, в принципе, ты ему ничего не делаешь. Стой, это что? Это Метеорхаммер ДМ? Ставлю лайк. Да, похоже на то. Ради веселья ставлю лайк. Вы тоже не забудьте подписаться на социальные сети ДМ, если это будет Метеорхаммер. Да, это будет Метеорхаммер. И поставить ему лайкосы. А, Бог, нас задонавился, так, наверное, тайка нам. Хорошо. На меди, что тут? Руну забрал Куин. Вторую контролит Сэп, но... Дакойн уже не добежит. Его нет, второго пока. Ладно, будет ничего интересного. Ну, разве что Касеп, Сэллари. И там, что пытается догнать. Ну, по хребану, смотри, гладиатор уже потихоньку уходит вперед по трем позициям. Ну, Войк страдает. Вот это, пожалуй, главное. Главное, это вообще, там, как бы... Забудьте о нем. Видишь, как Глимс еще и в двойку. Тофу, в принципе, нормальная тема. Там и дэмэдж, и вращать будет. Пока так. Да, пока чуть лучше у гладиаторов на линиях. Ну, может быть, мы стайка увидим какие-то. Там, сэп, пошел уже стакать. Тайдхантер с якорем по старинке. Тайдхантер идешь, эншей фармить через якорь. Так, подожди, там, мне показалось. Рейд ждал, астиллер тут прожимал. Да. Окейн. Слушай, нет, Тайд, кстати, с метеором, это не так плохо. А я не сказал, что это плохо. Я сказал, что это веселье. Ну, просто говоришь, веселье. Обычно веселье в акценте того, что тебе это несерьезно. На самом деле, нормальная тема. Потому что он и фарм свой ускорит, и мано-реген у него появится попозже, и вышки пушит. Сейчас же... Вот мы помним, когда была мета-метеоров, в каждой игре постоянно. Тут, кстати, нормально, Тайдхантер просто двух курьеров забрал, даже трех. Он трех курьеров забирает! Нормально. Это они все в лавке были, или что? Да, 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 все в лавке, на топе были. Бедные курьеры. Они думают, что там Вижен стоит теперь. Сейчас такая проверка на Вижен. Ага, проверка не прошла. Так вот, я договариваю, что метеор еще, в отличие от прошлого патча, когда он был популярен, во-первых, ты сейчас быстрее покупаешь кольцо, вот это вот, да, вот это он. А во-вторых, сейчас урон по вышкам именно усилен даже. В этом еще фишка. Приятно пушить, на самом деле. Так что метеор-хаммер, его пусть и подзабыли, пусть он и подвыпал сейчас из меты, но он по-прежнему играбелен. Поэтому это нормальная тема. Ну, так и есть, так и есть. Если, тем более, учитывать изменения метеор-хаммера, которые были в последний, вот этот тайминг каста уменьшенный, и там начали на всех подряд пробовать, тестить. В принципе, нормалек. То есть, там, помнишь, да, там и на Магнусе, и на Таде, там на всех подряд начали на бесте, начали тестить на всех, кто в первые дни собирали. Ну, это да, ну, в смысле, потому что это мета, потому что я так работаю, это действительно было очень сильно. Окей, что мы ждем? Пока Митерхаммер какой-то, а то и БЗМ, что с хп. Ну, пока что просто смотрим. Линии стоят, пока никаких активных выпадов и не будет. Понимаешь, забираются руны, которые мудрости. Да, вот сейчас, может быть, с БЗМ что-то в топе получится. На хосте он отправляется на топ. Вопрос только, от чего хотят-то? Зачем он сюда прибежал? ВБ хотят сделать, думаю, седьмая минута, парни, что-то пазднуем. Ни фрагов, ничего нет. Вот, например, эйса забрать. Эйс даже думает так, двигатель не двигатель. Что, вот Гуард? И умирает на туге тайга вообще. Ну да, потому что Квинд перетянулся, это было ожидаемо. Да, вы, в Гуард, поэтому тоже такие вопросы. Неясно, неясно. Нормально, это время не появляется. Да, мне кажется, у драчьев все, знаешь, поэтому по определенному плану, что тогда на найксе мы смотрели за ним. Возьмем на базу еще ушел. И чаш, что ли, выгнал его? Возможно. Просто у него там больше, чем по хп было, как бы, ману половину, не знаю, что он еще ушел. Ничего страшного, сейчас вернемся. Ну ладно. Ну, что сейчас появится Митюрхаммер, там побазарим. Дабыл 100 конше есть. Мне интересно еще, как все будут закупаться в этой игре, что он будет покупать. Предлагаю, второй Митюрхаммер. Просто запушить соперника свою. Не знаю, вот я сначала подумал АТОС, потом подумал, да не, наверное, АТОС не нужен. Я реально даже не знаю, но вариантов много на самом деле. Ну, командные артефакты какие-нибудь покупать, там, медальки, может быть. Лотус, доллар. Пока что его забираю. Да, в виде. Видимо, нет, даже Билл Глимса убили. Просто попросту Тиммер спилил его. Да, там Тандастрайк, 300 урона и Куин. Вот это Глимс. Базо не пытался сразу задолжить Глимс, а то говорит, он за страйк что-то получил. Так, Бистмастер, посмотри, поставил себе Аганим в Кикбай, все-таки продолжает супер жестко рейтить этот Аганим на Бистмастере. Не, ну в целом он хороший, а то я там говорил, что мне не нравится. Ситуативный, давай так. Да, он ситуативный, как будто, ну, видишь, там он зашел, в итоге нормальный был. Здесь, наверное, тоже не так плохо будет. Ну, давай кайфчики пока посмотрим, пока у нас ситуация спокойная на карте относительно. Или там на центре сдвиг? Нет, нет. Там на ТОФУ, на ТОФУ. Ну, так всегда, ты хочешь кайфчики посмотреть, и нападает кто-то кого-то. Тут уже орлы, скелеты, пушят. Короче, быстренько смотрим, пока кайф не поменялись. 1.31 на Гладиаторов, до 85 на УДЖИ, возможно, еще немножко просел. На УДЖИКО, потому что они сделали фраг. Так, и здесь классно, кстати, Севари себя сейвит Курикейном. По итогу его забрать не получилось, АБЗМ много маны потратил. А ВАНДРА иначе нет пока. Да-да-да-да-да-да. Четыре героя УДЖИКО за вас бы, а мы за них переживаем больше, чем за Гладиаторов. Юраги пока ушел в лес, скоро МОМ сделает. Не дастся пока нет, может быть, сделает после. Но, скорее всего, после МОМ уже все-таки будут молнии. Тайга. Показал, что уруны нет, и этот врачек стоит ему жить. Терез три, две, одну, а, даже совух толкнул, просто руки чист по пинали. А Севари просто себе фраг забрал. Нормально. Говорит, я тут с совухом время потратил. Кстати, вышка он там почти от пинал снизу. Фейзи, дурачьём. Так, тэм, фармить лес, фрагерем. Все кул. Метеором, да? Конечно, конечно. Можно реведжем тоже пофармить. Ну, на тайге ты хочешь... А я такое видео раньше. Реально, шестом уровне берут реведж, и есть там очень много крипов, просто реведжи дают. И фарминг. Ну, сейчас так делать, я думаю, никто не будет. Ну, уже на фарминге зверхаммеровый якорь, так что, да, наверное, уже излишне. Не, ну, реально, сейчас игру мета, такая же, просто, как не будет. Слушай, а чё стопус такает в лес сопернику, я не понял. Я не знаю, я тоже до этого противогвей. Братан, я тебе покушать придется. Ну, да, типа того. Притом сделал на кухне соперника, это все. Получается, тогда, когда реально, слушай. Кстати, один поинт, скиллпоинт есть у дема, в принципе. Можно и реводчик скачать. А пока, как они помогают, вы фармите, а молодцы. Командная игра, дота, ведь. Реально, все вместе качаются, получается. Ну, слушай, стакнул, как бы, и зафармили, и дурочек тоже пришел. Ну, посмотрите, уже, в принципе, там уже все забрали. Чисто кусья один сделал, и обратно в индустрии. Ну, да, еще, смотри, кстати, свой билд, стандартный, да, армлет, радик. Не выдумывай, нет. Здесь нормальная ситуация для такого билда. У гладиаторов настолько безидейно все хорошо. Там, правда, еще и шторма подцепили. Безидейно хорошо. Ну, реально, безидейно имеется в виду для OG, да, потому что настолько однокалитичная какая-то игра. Просто отличнейшим образом отстаяли линии. Теперь все, что могут делать OG, я даже не знаю, какие-то пиков искать, а гладиаторы занимают карту, не подставляются, пушат потихонечку вышки. И ты понимаешь, что не готовы, как будто бы уже драться. Войд беден, шторм пока тоже не является, у него нет такого потенциала, да, не является героем, который может убивать. И как бы, ну и тай, да, у которого метеором просто качается. Так, цепь, дорогой ниш, что у тебя тут? Пока арканы. В принципе, на это что у него хорошие относительно саппортов соперника. Смарно, спуганный, наверное, саппорт у нас ничья. Здесь пытаются тут еще больше встать. OG в топ, посмотри, как-то смещается в смаке. Купол, не забрать. Ну, давайте, ревенш купол. Пришел тимбер. Попробуй что-то сделать ему. Ну, как-то странно, да. Они сошли в смаках, куин пришел, пол-кп войду снял, вот такой, ладно, я не готов, я ушел в фарм. Слушай, Антону вообще интересно играть в эту игру, вот он на властье, да, с крипой не езду долгит. Что, что, прикол, в игре можно просто крипалку. Вообще не обязательно принимать в части файтов. У нас, в принципе, команда не дерутся. У нас 4-1, сейчас по фарме, потом пойдем ломать строение просто. Ну, просто Антон сейчас, это как... Рашан, кстати, тоже крип, его тоже забрать надо будет потом. Да, 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 заберутся брут. Антон Крипов побьет сейчас, довольный потом это, наберет. Никс, какую-то там делом, да я там это, тоже играл. Ну, нормально. Ничего, что я вашу матч, не сливнее, а мы быстро 2 по 20. Нормально, нормально. Ну, вообще. Ой, ладно. Это забавно. И вот, видишь, даже я смотрю сейчас, как двигаться БЗМ. Такое ощущение, как будто он не понимает, что вообще на карте делать. Он просто туда, му, туда-сюда. А я вот смотрю на коэффициенты, они упали почти уже совсем. 1-0-8 на гладиаторов, 5-39 на ОУДЖИ. И он только вырастет, друзья, на ОУДЖИ. Сейчас скоро будет 8, а может быть 9. Всего один файт понадобится, и он станет 10, уверяю вас. Так, куиня, что не боится, просто влетел в БЗМ, а пол КП потерял. Ну, все, все, надо тофу, но я думаю, надо купол ставить. Шикарно, мы троим, дэм, при этом успевать костюм петер камер прямо идеально. Ну, почти идеально там рейдж пока работает, будет петер и лучше. Надо, наверное, давай, ааааа, крипа залез, хитер, хитер. Знаменоски, смотри, как он флагом машет. Ну, оооо, говорит, дурачу, фармить крипов. Тофу убить получилось. И на том, как говорится, спасибо, но это всего лишь враг на суппорте, при том, что потратили хроносферу. Ну, ладно, окей, Войт ее не тратит, в принципе, поэтому нормально. Но, опять же, смотришь на нетвордские враги и понимаешь, насколько все у Вайда плохо. Да нормально, пешок клуба поставил, убили тофу. У эйса после вангварда уже аганим готов ему лететь, вот как раз на него нападение в топе. Ооо, иллюзии прожимает, и... А барабан-то не заряженный. Статик поставил, прикрытие есть, и под битер хаймера спает попасть. Немножко работают барабаны, но пока не так сильно. Вот были бы заряды, успел бы он там побить, другое дело было бы, а так дэм падает следом. Разменяли стройками, БЗМ. Мало ресурсов, Куин, наш ходит. Пила... Так, БЗМ переиграл? Или нет? По-моему, нет, он... Переиграл, он себя уничтожил, да? Бам, импетус. Я просто думал, что он портал идет, типа, и сейчас через портал тэпнется. Ну, не загорит 3-0-1, сейчас четвертый фраг будет. Риии-тикил для сэллари. Ой, ладно. Чисто знаешь, подходит и финальный импетус. На! Это как в дроте. О, реально, в дартс пришел по игре. В дротики кидай. Блин, я бы хотел такой вот этот... Скин на инчантер, где она в дротики кидает. Дартс. Если бы чуть-чуть еще успели бы пораньше гладиатора, еще бы и бестмастера бы подсейвили. Ну, настолько реально безидейно выглядит эта карта как-то для OG. Ну, грустненько немного, грустненько. Очевидно, что заслуженно, молодцы, красавчики гладиаторы, но прям совсем легко. Я не ожидал такого, я думал, ситуация на линиях получше будет. Я ждал одну такую карту, но я думал, что вторая будет, она первая гладиатор по экспенсировать. Вот, видимо, наоборот, решили. На первый так серьезно, а на второй уже так. Я думаю, чил будет на второй. Ну, если выбирать, то, в принципе, надо серьезно играть. Да, я думаю, что и на второй гладиатор нормально, спокойно отыграю. Ну, экспериментально, но спокойно. Я жду эксперимент. Нет, если я увижу пуджа, то я, в принципе, буду доволен. Ты всегда за пуджа готов. Конечно, естественно. Так, ну что? Поехали. Поехали. Возможно, друзья, мы перебарщиваем с кринжом, но, как бы вы сами понимаете, какая карта здесь. Сложно серьезно что-либо отмечать. Мы что-то отмечаем, потом уходим в кринж. Ну, какая карта, так и комментатор. Я не знаю, смотрим, комментируем нормально. Ну, вот он, заход на Рошан на 17-й минуте. Я, кстати, напоминаю о том, что, зрители наши дорогие, можете кликать по баннеру в описании, лутать в Ребет до 10 тысяч рублей и пользоваться приложением Винлайн. Пользуйтесь всеми его функциями, фишками, смотрите историю матча, статистику. Ну, и также можете пользоваться функцией любимая команда. Помогите любимому клубу. Вам ничего не стоит. Просто будет процентик капать от того, что вы ставите на Винлайне. Все так, все так, друзья. Возможно, на вторую карту на OG у вас получится перехватить что-то, но... Пока, Юраги. А-а-а-а! Наказан, еще и под забором оказался. Выбрыг, 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 успевает. Там краешек все-таки не точно тофу поставил. Как же тут инча наваливает, это жесть. Тика есть? Нет, пока Dragonlance барабаны. Dragonlance-то уже прилично. У него на Творс как у Вайда почти. Да, конечно. Это у Вайда как у инчи. Поправочек. Ну, это просто игра, где безвыходная ситуация, и ты что-то пытаешься, ну ты с этой стороны думаешь, а и... Стоит ли пытаться, может быть, Go Next? А с другой стороны, ну, давайте попробуем. Это такая безвыходная карта. У меня тоже сегодня была в паблике такая карта. Мы все тренинг проиграли в хлам. И такие, у всех 1-4 с линией, 6-ая, 7-ая минута, ну, гол, лица по фармингу, ну, гол. Все линии бросили, пошли ли я сфармить. Ну, дуроча даже выход не получился шекель, не долетел, рейдш успел нажать. И, короче, мы такие уходим в лес фармить. За нами приходят, нас там тоже убивают. Мы такие, что, парни, на фонтан встанем или еще поиграем? Ну, давайте еще поиграем. В итоге эту карту зачем-то на 30 минут растянули, хотя могли бы дать запушить на за 15. Бывает и такое. Т2 в топе падает, забирают ее гладиаторы, при этом дурачок продолжает играть на нижней линии. Никуда не смещается, 0-0-0 у него, когда, несет себе рейденс на 19-й минуте. Не жизнь, а сказка на лайфстиле. Ну что, Солар на Себе. Перчаточка куда пойдет? О, Мидас есть! Все, уходим фармить, хорош сэп. Ну, всех часто, кстати, ставят так себе, как Мидас, конечно, да его покупает. Конечно, когда он видит, что у команды, что и получается, с собой парни, сейчас засолю. Только немножко, дождите, я скоро Климидас. Ага, засолю. Ну, давай, на VR-ке четверки в данной игре попробуем. Что там все, что надо пощекотать Тимбер, фокус файр дать ему. Что там у Тимбера? У него и Мой Эггис отдали. Кайсэнс. Опа, АБЗМ в топе умер. Подробно, я просто убираю. Ну, я думаю, если сейчас смело зайдет на хайграун, в копчиках нет. Так, кто-то план нарисовал? Видимо, это будет дезераптор. Раносфера в Антона, ну-ка. Оксфайр, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ох, сколько сил, а? Молодцы уже. Исеф такой, ну вот, уже и на рецепт Мидаса хватает денег. В принципе. Спасибо Юраги за купол, спасибо за помощь. Иди дальше, парни, парни. Парни, парни. Парник реализовали свое уже, боти. Ну, сейчас такая дота, хотя бы, что ты там не зажат на базе. Хотя, вот, я вспоминаю вчерашний грубый бум, да, где я такой рассуждаю, такой, ну да, да, все игроки, аналитики, комментаторы, отмечают, что карта стала больше, ты можешь не быть зажатым на базе, ты можешь выйти пофармить, лес большой, как бы, по краям карты идешь, фармишь. Но бот-бум, так, 3 минут пофармили, потом 5-0 стиль на базе. Я такой, так, видимо, это не всех касается. Давай лучше вместе с Себом придумаем. Подай, дай, 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 забрали. В центре убивают, очень просто подставить. В ЗМ попытается разменять проблем в том, что там Глимера, Вижн нет, достойный, мы не носим, места нет под них. Ты думаешь, Себ, что-то другое купит? Я думаю, что он что-то другое купит. Я говорю, давай придумаем, что ему купить. Мидас. Рецептим пока не был. Боготаверный отправился. Купить что-то на цепь. Минус сотка. Вот он, мне кажется, они уже просто, ну, они уже готовы проиграть эту карту. Нет, я с вами были готовы, не выглянемся. Может, они просто хотят самую быструю карту проигрывать на турнире. Я пойду посмотрю, какая самая быстрая карта, кстати говоря, пока была у нас. Я думаю, это полезная информация. Может быть. Декорды. Так, пингов по карте, кстати говоря. White Moon 260. На течис. Так, так, так. Самый короткий матч. LGD TSM 22-08. Ну, очень немножко осталось подержаться. Минутку. Тайга пока тут. Он смотри, как тянет время у Куина. Live Drain. Откатился Live Drain. Может, по-новой. А Куин уверен, что он его сможет забрать. И смог забрать все-таки. Ценой, конечно, своей жизни, возможно. Но живет, живет, живет. В нем ластилер. Как же они, а? Парочкой сыграли. И на развороте. Бзм. Даже Aegis не смутил. Еще 7 секунд. Рэвиш пошел. Попытка ветер-камера кастануть. Есть же. Правда, Куина успелил. И даже Aegis не сняты. Селлеры. Так же ему пофиг, а. Грачок. И вообще неинтересно, что просто инфекции летят. Две стороны. Ну, думаю, пока... Ах ты, Юраги написал. Юраги не выдержал. Написал, Гаги. Вот тебе, пожалуйста. Почти что самый короткий матч на турнире. Ну, не самый же. Ну, как же, вернее. Ну, не самый, да. Вытерпели, действительно. Ты еще так забавно сказал, что там это... Тайга... Что-то там сказал, вытягивает время. То ли оговорился, может, но по итогу я так подумал, какой... Я еще подумал так. Какое у тебя хорошее сравнение? Какой эпитет? Типа, ну, жизнь это наше время, время это жизнь. Я подумал. Философский такой подход прям. Ну, имеется в виду, что он, да, высасывал здоровье. С помощью Лайд-дрейна. Нереальнейший Ауф. Ауф-чат, друзья. Ну, что? 16-4 вообще безидейная какая-то карта получилась. Не сказать, что это как-то неожиданно. Все-таки, когда мы обсуждали еще после драфтов, кто победит, сразу было сказано, да, я говорил, что, ну, головой за гладиаторов, естественно. Вот. А так, в целом, ну, молодцы гладиаторы. Все, что можно сказать. А вот к УДЖ вопросики есть. И учитывая, что им выигрывать надо. На секундочку, на статистику вернусь. Ты посмотри, у нас идеал лучше есть в команде УДЖ. А, Юрагин? Какой молодец, да. Слушай, не разумеет. А, и поэтому он GG прописал, чтобы не умирать, да, лишний раз? Конечно, конечно. Все, понятно. Ладно, я не могу это серьезно анализировать, друзья. Извините, кто хотел прийти на серьезное комментирование. Вы сами видели, карта была сделана за 5 минут. Какое серьезное комментирование? Здесь только кринжа наваливает. Если я еще 5 минут буду говорить по этой карте, я сейчас, не знаю, взорвусь. Ну, не, ну, если серьезно говорить, на самом деле, реально, просто гладиаторы переиграли, сделали для себя комфортный, удобный драфт, сыграли хорошо на линиях, дальше просто пошел сноуболл, у Джи ничего не могут сделать, у их керри все плохо, керри играет от хроносферы, фармить не получается. На вайде так часто, если у тебя линия не пошла, играть тяжело. А кто им игру может создать, когда у них есть шторм, у которого все не то чтобы хорошо, и есть тайт, который ничего не может. Ну и все, да, игры никакой нет абсолютно, поэтому здесь и к драфту, наверное, все-таки вопрос есть. И к драфту, и исполнение, и все вместе. Ну, гладиаторы топа один мира, как бы, не зазорно им проиграть, даже если это так. Можно еще сказать, что у них замена лишний раз. Ну, а, наверное, мы не будем затягивать эту, так сказать, в этот разговор про эту карту, и просто идем на паузу, друзья, вернемся со второй карты. Надеюсь, что там будет какой-то эксперимент от гладиаторов, OG будет хороший пик, и у нас эта карта затянется. Все, ждем вторую карту, друзья, отдыхаем. Субтитры сделал DimaTorzok